Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты, а граждане и бизнес совсем скоро почувствуют эти, безусловно, положительные изменения на себе. Вот такую картину на прошлой неделе нарисовал для всех для нас министр экономического развития страны Орешкин. Кстати, Владимир Владимирович первым поблагодарил мужчину за добрую весть. Слушайте, ну дождались. Сейчас от Эфириус срочно бегу разбивать копилку, я там на новые шнурки собирал, бог с ним, тем более, что счастье-то уже не за горами, скоро у меня этих шнурков будет, но данную новость надо обмыть. Начинаем. Ну теперь хотя бы я понимаю, почему на празднование дня рождения Москвы в этом году Сергей Семенович Собянин со товарищей укнули по одним данным 500, по другим 700 миллионов рублей. А все, черная полоса закончилась потому, что и гуляй, рванина, действительно хватит уже пояса-то затягивать. Понастрадались за годы стабильности, а вот и первые ласточки полетели. Сразу же после доклада Орешкина, ну там через пару дней, глава государства распорядился увеличить мрот, минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума, хотя у меня вообще никогда в голове не укладывалось, каким образом прожиточный минимум может быть выше минимальной зарплаты. То есть, ходит человек такой на работу, но для того, чтобы не протянуть ноги, тем не менее, ему все равно не хватает. По ночам надо на паперти, видимо, досиживать, хотя особо не радуйтесь. Мрот поднимут не завтра, а лишь к 2019 году, поэтому паперть пока не отменяется. Что ж разумно, а ось к тому времени количество работающих нищ станет немножечко меньше. А это реальная журналистика, сегодня о добром и вечном. Поехали. Ну и пока вы составляете планы на будущую безбедную жизнь, выбирая, кто домик на Рублевке, кто остров в Карибском море, а кто Феррари для поездок в Булочную, предлагаю в полуха послушать меня и повспоминать, насколько же тернист был этот путь к райским пущим. Тем более, ведь что совсем скоро мы просто над всеми теми невзгодами подсмеиваться начнем. Итак, 1 сентября 2017 года. Город Красноярск. В этот день в лицей номер 11 первоклашки вместо цветов несли на торжественную линейку деньги. Дело в том, что одна из учениц этого лицея оказалась тяжело больна и нуждалась в дорогостоящей операции. Понятно, что в отличие от какого-нибудь празднования дня города, миллионы на такие цели в бюджетах не закладываются. Именно поэтому учителя и родители подумали и решили, все равно деньги тратить на те же цветы, на те же конфеты, чаепития. Так уж лучше потратить их с пользой. Сначала несколько классов, 10-11 классы, сказали, мы обязательно поучаствуем в акции. А потом присоединилось более 10 классов. Вообще к этой акции подключилась не только 11-я гимназия, а сотни школ по всей России, в том числе и в Красноярске. Кстати, в Красноярске в основном перечисляют деньги в фонд Добро-24. Кстати, 8 миллионов собрали всем миром-то дальше. А в России, тем не менее, в конце лета едва не повторился 2008 год, когда банковская экономика, только теперь уже наша, могла грохнуться. Один из крупнейших банков в стране открытие оказался на пороге банкротства, как когда-то Лемон Бразерс. Кто-то может подумать, да и бог бы с ним, с этим банком, он же коммерческий. Да нет, не так. Когда что-то происходит с крупными финансовыми учреждениями, перепуганные люди спешат опустошить свои счета. Причем неважно, в каком банке у тебя этот счет открыт. Несутся сразу во все. А что такое банковский счет? Это просто цифры в компьютере. Ни у одного банка в мире нет такого количества живых денег и золотовалютных резервов, чтобы рассчитаться со всеми своими вкладчиками и кредиторами одновременно. Не забывайте, что все кредитные учреждения друг другу должны. То есть, эти цифры это просто мыльный пузырь. Так что, если попытаться обналичить все деньги разом, то есть то, чего нет, это все, это тушите свет, и вот тогда точно произойдет, а произойдет денег нет, держаться не за что. Открытию потребуются дополнительные вливания на сумму около 14 миллиардов долларов, или более 800 миллиардов рублей по текущему курсу, посчитал один из экспертов Financial Times. Деньги нужны не только для повышения устойчивости банка, но и на поддержание его платежеспособности, утверждают в рейтинговом агентстве «Эксперт.РА». Учитывая размеры открытия, это будут сотни миллиардов рублей. А теперь давайте прикинем, откуда эти сотни миллиардов возьмутся. В то, что чиновники из правительства нашли клад, я лично не верю, думаю, как и все нормальные люди. Так где же их взять-то? Правильно, провести эмиссию или на понятном языке включить печатный станок. И что же тогда произойдет? Рубль обесценится. Последствия надо объяснять. Естественно, рост курсов валют. Как следствие, рост цен на все. Короче, что-то я рано вас призвал дома на рублевке приглядывать. Вот только плохо будет не всем. Кому, как говорится, война. Тем более, что без электронных денег в наше время обходиться нереально. Часть людей все равно поспешат опустошить свои счета в коммерческих банках. И куда же они понесут свои сбережения верно? В пять окологосударственных финансовых учреждений. Ящик на Биолины открывается. Цена вопроса как минимум один триллион рублей. И это только начало. Бенефициарами всей этой операции будет группа избранных. Пяти банкирщина, которая захватывает фактически отечественный финансовый рынок. В обозримой перспективе эти деятели фактически пытаются и достигнут, скорее всего, создания русского аналога ФРС. Где мнение частных лиц, таких как Греф и Костин, будет влиять не только на пополнение их личных кошельков, но и станет основополагающим фактором, влияющим на дальнейшую политическую ситуацию в стране. Между тем, сами российские граждане, с трудом понимающие, о каких объемах дотации для жирных котов идет речь, озабочены совершенно другим. Ростом потребительских цен, безработицей и нищетой. То есть своими руками, благодаря стечению обстоятельств и непрофессионализму Набиулиной, мы создадим еще одного монстра. Только теперь уже финансово, от которого все дружно будем зависеть, ну, политического в лице Единой России мы уже создали, и сейчас никак не можем от него избавиться. В обозримом же будущем нас ожидают новые горизонты вхождения в рабство, так что, чё там Орешкин фантазировал? Ну, а как выглядит нищета, я вам показываю неустанно. И вот опять кто-то из вас обратил мое внимание на свежее кино из разряда «Встаем с колен». Поселки, которые я вам покажу сейчас, находятся в окрестностях Оркуты, называются советские и комсомольские, что неудивительно, и когда-то они были шахтерскими. Сегодня, мне кажется, там живет больше алкоголиков, чем шахтеров. А знаете почему? Да просто посмотрите на эту прелесть. Я бы охарактеризовал эту живописную картину как олицетворение русской народной поговорки. Нет повода не выпить. Ну всё, не буду томить. Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин «Приехали из Киргизии в лохматые 70-е годы ещё. Приехали за романтикой они. Я выезжала на 6 лет. Я вернулась сюда. Руины, как вот после атомной войны. Это всё очень удручающе так смотрится». В описании на своей странице на ютубе оставлю ссылку на полную версию этого шедевра. Посмотрите, обязательно вам понравится. Хотя, допускаю, что найдутся такие, которые всё равно скажут, что это всё постановка, снятая в голливудских павильонах, ну и бесполезна нашим гражданам некоторым. Даже очевидно объяснять. Тем более, что авторство данной картины принадлежит журналистам из Радио Свобода, а они ведь враги и агенты Госдепа. Ну, с такими и спорить бесполезно, они ж патриоты. Но если патриотизм — это порадоваться за увиденное, и пора продолжить поддерживать курс стабильности, то я реально не понимаю, что происходит с россиянами. Из программы в программу говорю одно и то же, а потом смотрю на результаты каких-нибудь выборов и даже удивляться уже перестал. Наверняка глава республики Коми набрал в последний раз процентов 98 голосов, равно как и мэр Воркуты или главы тех посёлков, как я люблю говорить, это нормально. Главное, чтобы алкогольная промышленность продолжала бесперебойно работать. Ладно, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня, как обычно, оптимистично и весело. На моей страничке в ютубе ссылка на неё прямо надо мной, оптимистичного кино, ещё больше. Заходите, порадуйтесь на канал, не забудьте подписаться. В соцсети тоже ко мне заглядывать не стесняйтесь, в друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, я же за сим спешу откланяться. Всё, пока. Пока. Здравствуйте. Как поменялась ваша жизнь после выбора? Вы чувствуете себя новым человеком? Вот вы проснулись. Хуй, ***. Поняла? А, вы записываете, да? Да. Ну, всё понятно. Русским языком сказано.